Девушки отдыхают Но когда у тебя была возможность перевестись, ты же не захотел? А теперь что, опять загорелся? Только это не так просто устроить, Лешенька, и тогда было непросто, а вот теперь подавно Ну хорошо, тащи мне пузырь коньяка и считай, что я ничего не слышал А вот если выиграю, с меня причитается за консультацию Удачи Удачи Можи И вы просите меня, чтобы я помог в переводе Тут я вам не помощник И новой силой наполнилась душа Как будто поднялась волна в моей груди И перед тем, как сделать первый шаг Послышалось мне тихое Иди Не надо никого звать Мы авторство через интернет проверим Я так всегда с рефератами делаю И если написал на курса То в интернете всегда найдется истинный автор Не понял Николай Симбирцев Написано в Тифлисе В 1913 году Это Как же такое может быть Красильников И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Слышишь, капитан Меня просили остаться Что произошло? Скажите, Красильников То стихотворение, которое вы нам прочитали Его написали вы А в чем дело? Дима Вам не сложно ответить? Ну, конечно Это стихотворение написал я А что? Ну, у нас есть сомнения Какие сомнения? Понимаете У нас такое впечатление Что это стихотворение не ваше И, честно говоря, Дима Меня это очень огорчило Алла Евгеньевна, что значит Это не мое стихотворение Почему вы так решили? Ну, потому что мы проверили в интернете И получается, что вы либо долгожитель Либо у вас другая фамилия Либо... Да это бред какой-то, товарищ капитан Так, Красильников Осторожнее в выражениях Перед тобой офицер! И этот офицер лично проверял подлинность! Если вляпался Имей смелость признаться Извините, Луки Слышь, Прохор А почему результаты конкурса не объявили? Не знаю Сказали позже объявить Может, мы такие гениальные оказались, что они там все перессорились из-за нас? Может быть Слушай А тебе было легко сочинять? Ну да, почему нет Единственное, что я с темой попарился А когда понял, кому посвящаю стихотворение Пошло все как по маслу А ты уверен, что у тебя будет сын? Нет, не уверен Но даже если дочь, я, как говорится, не собираюсь останавливаться на достигнутом Прохор Я за другим пришел Это Брага сделал? Что я сделал, Коля? Письмо написал Я не знаю Но я могу тебе твердо пообещать, этого больше не повторится Я этот коньяк вылил Ну правильно сделал Умный ты парень, Коля А на будущее Ты своей маме телефон родного оставь Ну или на крайняк мой Будет тебе подстраховочный вариант Да не в чем мне признаваться Это стихотворение написал я Красивников, может быть вы перепутали один маленький предлог? Не написал, а с писал Да не списывал я его Ну хотите, черновики вам покажу Вот, пожалуйста Там я писал, исправлял Есть менее удачные варианты Есть даже еще одно стихотворение И что? У меня есть точно такие же бумажки Вот Я когда увидел Переписал из интернета Нет, там, конечно, не так начеркано, как у тебя Но сам факт остается фактом И чем я отличаюсь от тебя? Да тем, что я ничего не переписывал И о чем это говорит? Выглядит, конечно, так Как будто действительно писали его вы, Дима Подбор слога Рифмы Вот Но почему оно оказалось в интернете И датировано в 1913 году? Ого Если честно, Красивников Я всегда был о вас лучшего мнения И сам процесс вашей конспирации Мне не сильно интересен И это говорит только О вашей непорядочности Завтра он будет в конторе сто процентов С чего ты взяла? Послезавтра начинается кубковый матч Или ты футболом уже не интересуешься? Хватит, а сколько можно? Для дел их это до бесконечности В общем, он этого не пропустит Потому что для тотализатора Это путина Страда Значит, и мне это пропускать нельзя И я пойду Эй Господа заговорщики Я вам случайно не мешаю, нет? Значит так, Сухой Твое дело десятое Мы тебя позовем Когда надо будет тело выносить А сейчас сиди просто И наслаждайся зрелищем Не, ну я же тоже хочу что-то предпринять Вот предприми Придумай, как мне завтра в городе оказаться Ну ты задачки ставишь Увольнений нет С поэтическим конкурсом тоже ничего не понятно Объявление результатов принесли Ну еще вариант Можно У полярника попросить поручение в город Ну это так себе вариант Там со временем можно не угадать Значит задача имеет начальные условия Первое Это мне надо быть в городе Второе В строго определенное время И третье Это кровь из носу Давайте думать У тебя новая мобила? Батя подогнал А нафига тебе две трубы? Для дела Труба – дело полезное Олька, а у тебя соседи хорошие? Ну как хорошие, разные А что? Ну, плохую соседку сыграть сможешь? Не знаю, не пробовала Ну вот, заодно и попробуешь Пошли, товарищ капитан Курсант Красильников Ммм, повелитель рифм И укротитель мус Ну поздравляю тебя Да нечем меня поздравлять Первое место у тебя называется Нищем Или это проявление скромности? Да нет у меня этого первого места Товарищ капитан Я, собственно, поэтому к вам пришел Ну рассказывай Понимаете, я написал стихотворение Так Сам его написал И тут мне говорят, что Его выложили в интернете По чужим именям Значит, Козин все-таки что-то нашел А это точно твое стихотворение? Ну, конечно, мое честное слово Ну, не знаю, Красильников Хочешь – верь, хочешь – нет Но такое в жизни случается Это называется Пересечение мыслей Пересечение мыслей Ну, я допускаю, конечно Это пересечение мыслей Но не слово же в слово Тем более, что таких слов Там целая сотня наберется И все слова расставлены В четком порядке Да, действительно Очень странно Ну а что ты от меня хочешь? Вот Наталья Александровна Вы же с компьютером на «ты» Вы не могли бы Выяснить Каким образом мое стихотворение Попало в интернет? Ну, не думаю, что в этом есть смысл Ну, я попробую Правда? Спасибо Решите идти? Иди Есть Добрый день, Алла Евгеньевна Добрый день, Василий Кириллович Я вот хотел поинтересоваться Как-то мои А то, знаете ли, вчера Все готовились, впотелиться Вон из музея столько буклетов натащили Лично проверял Ну, ваши очень прилично Поготовились Ну, марка есть марка Да Прохоров молодец Я от него даже не ожидала Вы знаете Видно, конечно, что Стихотворение ему удалось с трудом Но он очень старался Макаров хорошо В нем я не сомневалась Он очень талантливый мальчик Ну, правда, мог бы лучше Ну, видимо, или терпения не хватило Или вдохновения А Красильникова А Как говорится, современным языком Он просто зал порвал Ну, насчет Красильникова Не все так гладко Не понял Вы подробнее у самого Красильникова спросите? Алла Евгеньевна Ну, мы же, как говорится Не первый день с вами знакомы Ну, какие у нас могут быть секреты Ну, вы поймите Я же за них волнуюсь Вы мне расскажите Что там с Красильниковым? Понимаете Ну, история Какая-то непонятная Равняйсь! Ширно! Товарищ капитан Личный состав по вашему приказу построен Заметили коммунирует взвода Ширан Прохоров Вольно! Вольно! Ставь строй Есть! Ну, Штарлы Я нашел Два повода Для сегодняшней встречи с вами Первый повод Весьма прозаический И приземленный Значит так Завтра дежурными пороте Заступают Младший сержант Лосинский Я Дневальные курсанты Белявцев и Осьмак Я Дежурные по КПП Или Печка Я Дневальные Курсант Ковданский Я Ну, на этом официальная часть закончена Ну, а теперь можно и в облаках полетать Это и осталось быть и поэзией Молодцы! И не просто молодцы, а молодцы! Стихи офицеру вообще никогда не мешали Ну, а курсанту тем более Теперь мы с вами Все в стихах делать будем Оно и читается проще И запоминается лучше Прохоров Е Что ж ты молчал, что ты с Ямбом-то дружишь? А? Курсант Макаров Человек с загадкой из Питера Удивил Я надеюсь, что это Не последнее, чем нас Удивит Макаров Но я имею ввиду В хорошем смысле этого слова Красильников Красильников А что ж ты Сам-то стих не мог написать, а? 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 У одного нашего курсанта Стихи, которые он читал на конкурсе Оказались, ну, грубо говоря Не собственного сочинения Угу И фамилия курсанта Красильников Так что, вы уже знаете? Да, и причем от него самого Ну, в общем, мне к этому добавить нечего Вот какая у нас неприятная история получилась Ну и что вы решили? Как что? Вывести Красильникова из состава победителей конкурса Ну, он нарушил же главные условия конкурса А что Алла Евгеньевна? Ну, Алла Евгеньевна очень расстроилась Она никак не ожидала такого Некорректного поступка Красильникова Понятно Андрей Александрович, а на каком сайте вы нашли стих Красильникова? Ну, на том, на котором вы мне подсказали Кажется, стихотворение.ру, кажется Угу, посмотрим Да Николай Сембирцев Тифлис, тринадцатый год А вы что-нибудь слышали об этом поэте? Нет Ну, а какое это имеет значение? Да просто хочется разобраться И по просьбе Красильникова в том числе Он не может понять, как такое могло случиться Вот, Александр, любой человек в такой ситуации будет делать вид, что он не понимает, как такое могло случиться Красильников же не знал, что мы будем проверять стихи в интернете? Тоже верно А какое сегодня число? Восемнадцато, а что? Да странно то, что стихотворение появилось именно сегодня Девяносто с лишним лет где-то лежало А именно в день выступления Красильникова появляется в интернете Ну, и что? А вас такое совпадение не настораживает? Слышь, Крас Чего? А ты правда стих с она отстянул? Прохор, я его сам написал Ну, ладно, не заводись Я же с тобой нормально разговариваю, без наезда Просто понимаешь, какая штука выходит Ты у нас самый башковитый Ну, вроде как мозги даже на выставку послать можно Стих тебе написать, расплюнуть А вот я сам сидел, сочинял Макар тоже вкалывал А ты, Прохор Просто как-то это некрасиво, Крас Прохор, я отвечаю Я написал его сам Хотелось бы верить Мотострелковая рота Обороняет опорный пункт Протяженностью по фронту до полутора километров И до километра вглубь Организовать его оборону Можно как в один эшелон, так и в два эшелона Такая оборона называется эшелонирование Боевая... Разрешите, товарищ майор Да слушаю вас, товарищ капитан Я извиняюсь, что врываюсь поперек занятия Но можно мне курсанта Макарову? А что случилось? Сейчас вроде лекция Там, понимаете Ну, в общем Очень серьезная вещь произошла Макаров, на выход Макар, куда ты уже вляпался? А я знаю На чем я остановился? Иди сюда Товарищ капитан, что случилось? Да это я тебе хочу спросить, что случилось Ты мой телефон своей соседке дал Я? Зачем? Товарищ капитан, ну вы же свой нам телефон давали Вот я ей записал Чтобы если что-то случилось, можно было сообщить Вот она и сообщает Что сообщает? Затапливает ее из твоей квартиры Ни хрена себе Ой, простите Это я хотел бы сказать, ни хрена себе Все утро он звонит Так, ты мне скажи Ты зачем мой телефон ей дал? Товарищ капитан, ну у вас же телефон всегда под рукой А я свой только по вечерам вижу Так, я для чего вам свой телефон давал, а? Для того, Макаров Что если с вами в увольнении не дай бог что-нибудь случится Вы могли мне сообщить Товарищ капитан, ну случилось же Ну можно сказать по службе По какой службе? Сантехнической? Товарищ капитан, ну что делать? Ну весь дом сейчас затопил Откуда я знаю, что делать? Со мной первый раз такое Ладно, пойдем к родному Пойдите Смирно Ух ты Владимир Петрович Здравствуй, дорогой Здорово Здорово Какими судьбами Садись Как говорил наш командир Я бы не употреблял слово судьба во множественном числе Ведь она у меня одна И эта одна судьба подарила мне такого товарища Ну, почему я не могу приехать к нему без всякой причины? Спасибо, спасибо Приятно слышать Рад тебя видеть, Володя Обоюдно, Макарыч Так, ну что я смотрю Ты стал неуловимым мстителем, да? Что ты имеешь в виду? Или у молодоженов нет времени для встречи с друзьями? Ну перестань Ну перестань Ну ты прекрасно знаешь, что для тебя у меня всегда есть время и днем, и ночью Ну, насчет молодоженов, по-моему, ты торопишь события Это не я тороплю, это вы притормаживаете Да Ну, может быть, может быть, спорить не буду Так ведь жизнь, это же, понимаешь ли, такая штука, которая движется со своей скоростью Ай И только захочешь сделать что-то побыстрее, тут же появляется ДПС, штрафы, взыскания, оно нам надо Насчет ДПС-то хорошо подметил, да Ты знаешь, Вася, так хочется иногда никуда не спешить, а Нажать бы эту жизненную кнопку паузы Немножечко отмотать Вот, казалось бы, да, вчера Кремлевку закончил, а уже и старый генерал У тебя что, ностальгия, что ли? Еще какая Я же в этом училище-то каждый закуток знаю Каждую лазеечку Каждое укромное местечко Ну, ты знаешь, я думаю, за последнее время тут много новых укромных местечек появилось, так что и заблудиться можешь Я тебя умоляю, что здесь могло измениться? Ха-ха, ты думаешь, мы сидели здесь, ложа руки, что ли? Остой Только у меня сейчас по плану Генеральская проверка Ну, пойдем вместе Привет! Привет! Ну что, клиент на месте? Только что пришел, я смотрю, ты же переоделся? Ну да, я быстро, до дома и сюда Молодец, трубу перекрыл? Соседка из тебя, просто отпад Ну что, каким временем располагаешь? Ну вот как трубу починим Все хорошо, деньги есть? Обижаешь, мать! Может, я там что-нибудь еще и выиграю? Угу, один уже выиграю Согласен С Богом! Смирно! Товарищи генералы-лейтенанты Товарищ генерал-лейтенанты Смотри, сообразил Товарищ генерал-лейтенанты Во время дежурства происшествия не случилось В дежурной пороте Младший сержант Лосинский Вольно Вольно Офицеры в расположении есть? Есть, товарищ генерал-лейтенант Командир взвода капитан Давыдов Здравия желаю, Давыдов Здорово, Давыдов Ну как у тебя, все в порядке? Так точно Ты в этой казарке-то живешь? Да нет, в другой Да какая разница Они все похожи, как две капли воды Да А там Ленинская комната, верно? Ну это когда-то была Ленинская комната А сейчас это комната досуга информирования Ишь ты Вот так Времена-то меняются Меняются и условия жизни Ты знаешь, что теперь у курсантов здесь вот Стоят машинки для стирки Серьезно? Да С ума сойти, а? 21 век подкрался незаметно А? Ну а граждан, небось, в 21 веке все так же? Шинелек хранят? Да Нет, какой-то феодальный век Ну может быть, во времена твоей учебы так и было А сейчас Все-таки не забывайте, товарищ генерал-лейтенант Где вы находитесь? Это казарма одного из самых лучших учебных заведений страны Вот так Ну что, Давыдов, показывай свои владения Есть Прошу Удивим гостя Так Ну слушай, уютненько у тебя здесь, а? Практически отдельная жилплощадь Но зато кровати-то и тумбочки Все как при мне было Ну конечно, как при себе и тумбочки новые, и кровати новые Ты-то вообще, наверное, на двухъяростной спал Ну давай тумбочки посмотрим Девальный Вышки как там? Есть Ну что, читаю еще у тебя курсанты Это что у нас? Атомная энергия, океанная циклопедия, путеводитель Давыдов, что это такое? Так, товарищ генерал-лейтенант Курсанты просвещались Понятно Разносторонняя публика Почему это в тумбочке лежит? Так Значит, там у нас библиотека А здесь у нас что, продуктовый склад, да? Сакс, варенье, а? Да, гениальный набор Не дай бог тебя в проверяющие получить Ладно, пойдем-ка, я тебе лучше компьютерный класс покажу Там не будет ни тумбочек И думаю, сала тоже не будет Прошу Девушка А есть что-нибудь новенькое? Кубковый матч Ого, это типа важно, да? Да Ну ладно, говорили Ставлю Давайте так Экспресс Четырнадцать Хорошо Выиграет первая команда Четырнадцать Проигрыш второй команды Ильинча Ну и тринадцать Чем, черт не шутит? Выиграет первая команда Все Хорошо У вас выходит коэффициент семь и семь Это хорошо Сколько денег ставить? Три тысячи Чек я вам сейчас принес Спасибо О! Здравствуйте Здорово Как фортуна? Задним местом Поворачивайся Ко мне задним местом Ты что, издеваешься? Смотри Ого Ого Понял А ты Ну что ж так деньгами-то кидаешься Дурила Куда ставишь? Ты же понимаешь, чувствовать надо Ну так, может, поможете? Шестым чувством Да, где наша с тобой семнадцать лет, Макарыч В таких условиях, как сейчас живут курсанты Я бы с удовольствием лет пять, так знаешь, заново отрубил Ну, стиральными машинами-то меня просто удивил А че, что-то удивительное Ну, в обычной жизни, да А здесь-то это шик Ай, да еще и компьютер Это же просто красота неописуемая Ну, больше всего-то меня, конечно, пора долг Вареньем с салом Нашим-то расскажу Ну, анекдот номер один А ты, значит, решил себя вести, как вражеская пресса Вынюхал и давай раздувать Ну, ладно, ладно Ну, я же могила Иди, я догоню сейчас Давыдов Я Не может этого быть Ну, что, Кириллыч Сам напросился Теперь я тебя буду проверять каждый день Гарантирую, всю роту будет тошнить от варенья Ты меня знаешь Готовься Есть А контора у бати хоть и хорошая? Ну, нужная Интернет, пессонина всякая Пассиан тот же Ну, скучная работа Что ж ты там работаешь? Дело семейное, понимаете? Да и потом Развлекаться мне никто не запрещает Я когда этот тотализатор увидел Я так обрадовался Потому что я уже задолбался В казино уже деньги все проигрывают Потому что народ один тот же Батя докладывает Батя ругается Значит, батя на это плохо смотрит Батя никуда не смотрит Ему главное, чтобы на работе Никто не шишукался А вы, кстати, где работаете? А я, кстати, менеджер В строительной компании Ты лучше скажи Ты в казино-то Час ты бываешь? Когда как? Как батя Котлету нормальную подкинет Так и играю Вы знаете, в казино Мне как-то не везет А тотализатор Вроде нормальная тема Значит, ты хочешь на тотализаторе Зарабатывать А че? Мне товарищ Нихилую сумму понял Наскать, как правда Но вот я лошадей Как-то не люблю А что ж ты любишь? Вы знаете, я В спорте хоть Не разбираюсь Но в счет матча Иногда угадываю А тут, дружочек Угадывать Это не главное А что главное? А главное это Сумма Которую располагает игрок Тут ведь как? Тут можно За сто долларов Адреналинчиком получить А можно на тысячу Десять выиграть А вот со второго пункта Можно поподробнее? Кого нет, профори? Кроме дежурных Нету Макара и Гончара Ну с Макаром понятно все Гончара где черти носят? Товарищ капитан Пишите вставить в строй Ты где был, родной? Курил? Курил? Так точно А, ну становись Есть В расположении черт знает Что происходит А сержанты у нас курят Что это за посторонняя литература В тубочках, а? А что это за склад С продуктами питания? Значит так Чтобы сало И прочей Хрени Я в расположении Больше не видел Ясно? А теперь Насчет курения Слушаем меня сюда Внимательно С этой минуты Мы с вами Все будем бросать Курить Ясно? Как это бросаем? Так же Как и не задавать Лишних вопросов Так то что Курить вредно Бросаем курить Это значит Бросаем курить Гончар Это значит Что в вашем лесиконе Не существует Теперь такого слова Как курить Да и не то что слово А сочетание таких букв Как К-У-Р-Т И там мягкий знак Ясно? Товарищ Котовар Пошли тебе обратиться Ну попробуй Вы же сами раньше Курили Курил Гончар Это прошедшее время Я курил Но слава богу Вовремя понял Что это вредно И вам это понять помогу Товарищ капитан Но есть же Специально отведенные места Для курения А это значит А это значит Брагин Что ты у нас Самый непонятливый Значит так Курить вредно И мы все с вами Дружно будем избавляться От этой заразы Значит так Даю вам 20 минут На то чтобы Привести расположение В полный порядок Время пошло Для кого-то Тетализатор Это игра Для меня это работа И работа моя Заключается в том Чтобы добывать информацию Делать за клиентов Ставки Они выигрывают А я получаю свой процент А на каких условиях? А на разных условиях 20-30 процентов Все зависит От размера ставки Официант Официант Счет пожалуйста Да А вы позвоните Я сам расплачусь Вы же все таки Мне много чего интересного Рассказали Правильно? Сейчас Спасибо за угощение Есть Ну удачи тебе А ты знаешь что Парень Ты мне все таки Телефончик свой оставь Вдруг что-нибудь Интересненькое подвернется Ну не вопрос Парни Не выкидывай Не выкидывай Не выкидывай В нас больше не влезет Ну у меня руками поднимется Выкинуть продукт А ты ногами попробуй Варгент Твой варень хоть съесть можно А что мне делать Этими томами Слушай Ну не знаю Сдай в библиотеку Печка Ты что с ума сошел? Только где-то там у себя брала Я бы его не сдал Ребят Немножечко сало осталось Давайте осилим как-то Ну как процесс? Вежится? Да тумбочки перебираем Слушай, Гончар Может возьмете к себе В кубрик Еще немножечко варенья Варнава Клубничная Варнава Ты за сегодня Сделал невозможное Если до этого Я за клубничное варенье Его к родину продать То теперь После этого экстренного обеда Я на него просто смотреть не могу И остальные тоже Блин, какая муха Полярника укусила Да, особенно с курением Нет, я понимаю Если бы мы учились В гражданском вузе Ну там пару пересидел И все, свободен А тут мы 24 часа в сутки 7 дней в неделю Мне что, чтобы, я не знаю Покурить в самокод бегать? Вот я, например, считаю Что курение Это личное дело каждого А полярник Он просто бросил курить Поэтому не может видеть Как курят другие Ему хочется очень Это так бывает У алкоголиков Они если бросили пить То лучше им не смотреть Как пьют другие Так пусть глаза накроют И не смотрят Извини По твоей реакции Все, что он рассказывал Я уже слышала от Ирины Парень работает на одних штампах Будем надеяться Что он на этих штампах И спотнется Слушай, мне пора идти Пойдем, а то я весь дом затоплю Пошли Мужики Внимание сказал, что это Роман Янковички пищу строил Ну, мол, пришел в расположение И вставил пистонов Да Сало пришлось из-за него выбросить Эх ты Генерал тебе презентовал Телефон А ты для него сало жале Да нет Мне лично для него не жалко Ну, просто выкидывать жалко Не понял Это что еще здесь За посиделки по курилке, а? Товарищ капитан Ваше приказание выполнено Территория расположения убрана А как же насчет другого моего приказа? О запрете на курение Так, мы же думали, что вы это так Ради красного словца Ради какого красного словца, гончар? Народ, вам что здесь? Соображалки всем поотрывало? Ну-ка, бросили курить немедленно Так я не понял Ну что, два раза повторять, а? Значит так У нас здесь дедовщины нет Ну, и быть, собственно говоря, не может Но вот легкую, вечернюю физическую зарядку Я сейчас вам устрою Так сказать, будем вентилировать ваши легкие Очищать от никотиновой заразы Значит так, господа курильщики Делаем, как я А раз Два Повторяем А раз Ниже, ниже Два А раз Два Не понял А мы что стоим? Тошка, пен, так мы же не курим Продолжаем, продолжаем А где же ваше кремлевское братство? Вы же здесь были? Значит, курили пассивно А пассивное курение, значит ли, оно еще попасть не будет Давай присоединяемся Делай раз Два А раз Два Раз Два Вы же знаете, что я веду борьбу с курением А, Варнава? Так точно Почему ты, Варнава, не смог вразумить своих товарищей? Это же соучастие Раз Два Закончили Ну, будем считать, что вы и ваши легкие немного очистили от никотина А теперь бегом в расположение И переходим к водным процедурам Нет Нет, это вообще беспредел Блин, у меня даже в армии такого не было Он что, вообще охренел? Ну, ну Это, конечно, не беспредел, но Полка он слегка перегнул, да Да, парни, я, конечно, не курю, но это называется ущемление личных свобод человека Можно уродного все это разъяснить Точно Точно Пойдем в войне скажем, а, ну пусть разберется Стоп, вы хотите в войне на полярника настучать? Вы с ума сошли? Да не настучать Просто разъяснить Ну, мы же не на бензоколонке, в конце концов Там, понятно, огнеопасно А у нас даже курилки специально организованы Ну, как можно запрещать курить? М? Это, получается, личная прихоть полярника Да А вот это ты сейчас красиво сказал А ты не мог бы потом это в войне повторить? Да без проблем Не, ребят, Крас не должен идти к войне То, что он не курит С войной должен разговаривать курящий Иначе он подумает, что у курящих вообще нет своей головы на плечах Точно Я пойду Да, я пойду Я слова Краса хорошо запомнил Да и свои тоже найдутся Врага А цензурные среди них будут? Ладно, пойдемте Слушай, мне тут голая мысль такая пришла Варнава не до стихов Там про снежинки и про дым Да Товарищ мэр, прошите младший серон Гончар Курзан Дагин Разрешаю Только в ритме танца, у меня мало времени Есть Есть Ты? Товарищ майор, мы к вам за разъяснением Насчет общих свобод Разъяснением чего? Ну Общих свобод Да вы же вроде Не на зоне Что вы так о своей свободе-то пищетесь Ну говорите яснее, что вам надо Скажите, а может ли товарищ капитан запретить то, что уставом не запрещено? Не понял, а что вам запретил капитан? Естественно, вещи запрещают Это что, в туалет ходить? Да нет Естественно, не в этом смысле Но они естественные потому Что естественные по природе солдата Так, Гончар, я опять ничего не понимаю Значит так, бойцы Пять секунд времени на постановку четкого вопроса Что вам надо? Время пошло Как это сказать? Товарищ майор, праве ли мы? Точнее, нет Свободны ли мы? Конечно, свободны, Брагин Кругом Есть, есть Шагом Марш Командиры будущие Двух снов связать не могут Попили кофейку Обменялись телефонами и разбежались в разные стороны Но мне время поджимало И что ты думаешь? Чего тут думать? Он мне объяснял и втирал то же самое, что и тебе Так что, действуем по нашей схеме Слушай, он же тебя сейчас и в раз расколет Ну как? Телефонным звонком У московского мажора телефон всегда с собой Он его даже в туалет берет А наши трубки все у полярника Сейчас А вот это? А так вот тебе зачем вторая трубка Конечно Э, а что это вы телефон не сдаете? Почему я сдал? А это что? Это второй А зачем тебе два? Значит надо Слушай, ты осторожен Тебя если запалят Если у тебя зазвенит То все Свинец Свинец? Если он зазвонит Это не свинец А наоборот Да и телефон Это только у одного абонента Ну вот Как-то быстро он Алло Пап, ты что ли? Пап, ты чего меня палишь? У меня сейчас телефона вообще не должно быть Ладно, раз ты позвонил Ты не мог бы ко мне подъехать? Мне с тобой поговорить надо Наталья Александровна Разрешите вас побеспокоить? Ну конечно Здравствуйте, Андрей Александрович Здравствуйте, Наталья Александровна Наталья Александровна Я долго думал После последнего нашего разговора И никак не могу разобраться Я не понимаю Стихотворение было написано В 1913 году А выложено в интернет только вчера Но здесь все просто, товарищ капитан В интернете есть фото древних манускриптов Но это не значит, что они были выложены В каком-то там году до нашей эры То есть? Ну то есть При таком раскладе На этом поэтическом сайте В поле самого стихотворения Можно написать все что угодно Не только Тифлис, 13-й год Ну допустим Эти строки были списаны Со сводов доисторической пещеры На острове Пасхи Понятно? Нет Хорошо А можно посмотреть Выложено ли это стихотворение На других сайтах? Точно Почему я раньше этого не сделала? А по мне Самое лучшее средство от накипи Это курсант, который немного проштрафился Верно, Гарипов? Так точно Что? Стиралка опять сломалась? Да Генерал опять накаркали Не накаркали А предвидели Слушай, Кирилл Что тебя, собственно говоря, ищу-то Тут Делегация твоих гавриков ко мне приходила Да И что хотели? Ну, собственно говоря Они, по-моему, не очень хорошо понимали Что хотели Да и Я тоже не понял Что-то бекали, мекали Говорят, ты у них Свободы Какие-то зажимаешь Профилактику провожу От курения Чего делаешь? Профилактику провожу Странно Больше ни на одном сайте ссылки на стих Красильникова нет А это нонсенс Получается Что кто-то просто-напросто решил насолить нашему поэту Выложив стихотворение Красильникова в интернете Под чужой фамилией и древней датой Ну, получается, что так На месте Стой Отставить Встать, строй Есть Налее Вот Ну что? Перекур? Перекур? Так что же вы не курите? Ну, давайте, курцы Доставайте свои сигареты Гончан Я Ну, что ж ты не куришь-то, а? А я не хочу, товарищ капитан Не хочу Ну, как быстро ты расхотел, а? А это не вы к кротному бегали и жалуясь, что Кто-то вам там курить запрещает, а? Вы или нет? Товарищ капитан, ну не бегали, ходили А, ходили Ну, что? Раз свои сигареты курить не хотите, ну, так я для вас купил, вот Ну, берите, берите, ребятки, что же вы? А ну, после вашего рассказ сигареты-то, а? По самые невалуюся проберет На раскаленные легкие-то Трамбанем-никодинчиком А как вы думаете? Почему это космонавты, футболисты? Или там спортсмены разные не курят, а? Брагин, как ты думаешь? Я не знаю, товарищ капитан Я не знаю, а я знаю Да потому что их профессия вот с этой заразой, она никак не клеится А ваша профессия пехота А пехота это значит, маг броски и бег И ответьте мне Курение и бег клеится как-нибудь, а? Поэтому мы сейчас будем продолжать заниматься своей профессией И выполнять ее хорошо Направо! Бегом! Марш! И выполняем свою работу хорошо! Павелыч Это что такое было-то, а? Ты что, с ума сошел? А что такое? Ничего Я вот только что наблюдал, как ты после марш-броска курсантам сигарет предлагал Ну и что? Вась Все понятно Вредные привычки Борьба с курением Ну ты планку-то не перегибай! Сам знаешь, что переборщил Ну ты же сам знаешь, два года назад отец у меня от этой заразы погиб Все курил, курил, курил до последнего Вась, я все понимаю Все понимаю Но Ты все-таки это Ну тут ты прав Насильно от этой заразы не отучишь Здесь надо самому-самому понять Да и наказывать мы за это не имеем права Ну а если ты это понимаешь, то молодец Давай Понял, товарищ майор, да Так точно, номер записал Вот сколько машин будет? Да Есть, товарищ майор Степ Там к тебе какая-то девушка пришла Так что ты молчал, да? Так и я говорю Посиди здесь на телефоне, я сейчас мог Анжела Привет, Степ Ты? Ну да Вот в кое веке решила тебя проведать От тебя-то визита не дождешься Я, если честно, очень заскучилась ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА